Друзья мои, добрый день еще раз. 8 января. Блокер из Перми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов Алексей Борисович. Ну вот прошла информация, что Трамп сделал заявление, что он не рассматривает вопрос о применении вооруженных действий в отношении Ирана. Хотя по нормам международного права, еще раз говорю, атака на базы США, это основание, это акт нападения. И с точки зрения международного права, президент США имеет право отдать команду на начало войны, боевых действий. Но надо отдать должное, Трамп завершенный политик, и в общем-то понимает, что перед ним не, так сказать, абы что, а одна из мощнейших армий в регионе. Да, поэтому, ну здесь два варианта. С одной стороны, или же это политическая игра, и все равно 5000 сотрудников направили, направили на Ближний Восток. Надо смотреть, кто туда поехал. Видимо, надо, я не готов ничего сказать, я информацией-то не владею, но, видимо, туда поехали техники, так сказать, обслуживающий персонал, как вариант готовить плацдарм, возможно. Он понимает, что такой удар, так просто нельзя нанести, нужно готовить. Ну и он призвал, я так слышал, что страна-то более активно участвует в этой кампании. Ну, вы знаете, за что можно по-разному относиться к американцам, но то, что у них присутствует здравый смысл, ни один враг и ни один человек в мире, кто бы нанес ущерб американцам, он не остается безнаказанным. Это принцип действия и принцип политики американцев. Да, причем даже я вам говорю, что вот даже спецоперации в отношении Кастро, они проводили по внутреннему законодательству, ЦРУ проводило. Да, угрозы безопасности США в любой точке мира, туда выезжает бригада, центральное жительное управление, и тут даже президент ни при чем. Доработают автономно. И в том числе до ликвидации они разрабатывают, еще раз говорю, на основании, извините, я немножко приболел, на основании внутреннего законодательства США. Я, кстати, предлагал руководству ФСБ в свое время привести наше законодательство в соответствии с этим законодательством американским. Если в отношении вас, страны, есть угроза безопасности, то вы смело применяете оружие на поражение на законные основания в любой точке мира. А если вам придет претензия, вы показываете наше законодательство и сравниваете его с законодательством США и говорите, вот, пожалуйста, вот закон о безопасности Российской Федерации, Уголовный кодекс, мы действуем на основании закона. И американцы, они не комментируют эти спецоперации свои, они говорят, смотрите законодательство, все, без комментариев. То есть, ну, по-разному можно относиться, но, тем не менее, они защищают свои интересы. Еще раз говорю, никто в мире, кто покушался на институты американские, безнаказанным не остается. И это нужно уважать. Они свою армию никому не давали разрушать, никому. Кеннеди, вот этот молодой президент, пытался сократить бюджет военный, да, и, так сказать, ну, на социальные программы это раз, и потом он вышел самостоятельно из Карибского кризиса, минуя ЦРУ, так сказать, без согласования с ЦРУ, а они вели дело все-таки к началу войны, там, все основания для этого были. И вот застрелили, а просто застрелили чуть-чуть 12 человек, и всем понятно, что это делает ЦРУ, понимаете. Всем понятно, даже без всяких, так сказать, разговоров. Это о чем говорит? О том, что все-таки внутренние механизмы защиты государства у американцев, они есть, и этому надо только позавидовать. А у нас, подонок, Ельцин и Горбачев рушили армию и делали это совершенно безнаказанно. Ведь развал армии начал, Ельцин и Горбачев начался когда? Когда посадили Руста, друзья мои. Единственная сила в те годы, кто могла еще противостоять этой политике разрушения, так называемой перестройки, это была армия. В 87-м году посадили Руста, и 300 человек было уволено высших офицерского состава. Многие были без пенсии уволены. Это были репрессии, самые натуральные. Вот там не говорят об этом, я знаю людей, кто пострадал. Соколова отправили в отставку, хотя этот генерал, будучи уже министром обороны, сам ввел боевые действия, планировал в Афганистане, чтобы, не дай бог, никто и солдат не пострадал и так далее. У нас была лучшая армия в мире, я служил на границе, я знаю, что такое. У меня были боевые самые подразделения, наши мотоманерные группы служили в Афганистане, переодевали форму советской армии, мы не говорили, подписки давали. Ну, я-то нет, я связистом был, за саппартуру обслуживал, я сначала сидел, но у нас нормативы были все выше натовских, все были, мы выполняли, у нас никаких игрушек не было, все было, боевая обстановка, все. Поэтому я хочу сказать, что, знаете, эти заявления нельзя принимать за чистую монету. Может быть, он ждет время и так далее, но еще раз говорю, никто в мире, кто покусился на безопасность американцев, на их, так сказать, не остается безнаказанным. Я уверен, что этими простыми санкциями это все не закончится. Видимо, они просто ждут, готовят плацдармы, готовят, но то, что они нанесут удар какой-то, в какой-то виде, не только экономический, но и военный, это совершенно очевидно, совершенно ничего. Американцы как оставались жесткой политической силой, так она и остается. Это мы стали себя разрушить, разрушили любимую армию. Что над нами, как над нами вытворяли, что делали над нами в 90-е годы, это катастрофа. Поэтому, друзья мои, совершенно радоваться нечего. Все еще только начинается. Спасибо, Ваш Бестонов Алексей Борисович.